это джейсон тиви приветствую всех меня зовут сергей корзун и сегодня в нашей студии мы принимаем исполнительного директора эти кластера сколкова вице-президента фонда сколкова игоря богачева здравствуйте игорь вадимович да здрасте первый вопрос как вы дошли до жизни такой зачем сколкова у вас такая богатая биография которой еще немножко расскажем что вас заинтересовало в первую очередь в этом проекте вы знаете я действительно меня этот вопрос регулярно задают но у меня к сколкову очень такое трепетное отношение и связано оно с тем что мне кажется в россии вообще не так много позитивных проектов которые вот позитивно влияют и на общество внутри да несмотря на то что конечно масса публикаций и в социальных сетях и в прессе о том что сколково то сколково все вот но между тем я считаю что это позитивный проект который в том числе позитивно влияет и на имя же стороны за пределами собственно говоря нашей родины вот это главная причина по большому счету почему я решил присоединиться сколково было это такое решение принимал в конце двенадцатого начале тринадцатого года в принципе решил достаточно быстро связано это было с тем что к этому моменту работы в сепи мы уже год сотрудничали со сколку я понимал проект изнутри понимал что за люди там работают зачем они туда пришли и соответственно решил что пора как бы все свои весь свой опыт знания которые за 20 лет в бизнесе в айти бизнесе я накопил принести в общем туда в проект и попытаться поделиться с другими людьми вас переманили если прямым текстом есть прямым текстом нет меня вернее как конечно предложение было сделано от сколково предложение было сделано от сколково да без с этой точки зрения конечно с точки зрения мотивации да то в принципе в деньгах я не выиграл но не потерял вот поэтому основная мотивация была именно сам проект интересно будет что детям рассказать ну я вообще горжусь что работа в этом проекте два слова об истории для справки чтобы представляли кто перед вами родились вы 29 мая 71 года было это в москве все правильно да окончили моих экономический факультет было это в девяносто четвертом году и еще до этого уже работали менеджером департамента маркетинга в хай трон систем все правильно все правильно как решили все забить на учебу и студенческие годы лучше отдать работе уже вы знаете девяностое годы были не очень простыми да вот родители у меня обычные люди поэтому мне нужно было в том числе и себя обеспечивать поэтому да пошел работать параллельно продолжаю учиться очно поскольку это были старшие курсы занимался экономической информатики то в целом экономической информатики можно было вполне успешно заниматься и на работе собственно создавая программы различные потом сдавая курсовые работы то есть программные у вас образование есть можете сами сесть да я свое время счет будучи менеджером по маркетингу написал первый свой crm в то время но сейчас конечно наверное мне потребуется время чтобы вспомнить как это делать но в принципе у меня есть несколько своих разработок которые использовались в бизнесе по крайней мере работу программистов оценить сможете да насколько она эффективна то есть лапшу на уши так не не понесешь но нет вот ну и потом в принципе я работал вообще по специальности потому что моя специальность экономической информатики поэтому всю свою жизнь в общем я работал около информационных систем или с точки зрения их продвижения с точки зрения их внедрения но это всегда были так или иначе решения которые влияли на экономику бизнеса потом в вашей истории есть аж два мбей или что-то неправильно это параллельно это один мбей один полученный в россии другой в англии но по по двойной программе соответственно я продавал также диплом защищал в лондоне только в москве это понадобилось для работы либо нет для работы это было не нужно был прекрасный момент в моей жизни когда работал в ксерокс и общем компания на валан за 12 лет и связано это было с тем что компания давала мне в общем делать то что я хотел делать то есть я работал и в продажах и занимался партнерами потом в какой-то момент решил что я хочу позаниматься маркетингом и собственно когда пришел к тогдашнему генеральный директору кого-то хочу маркетингом заниматься то в принципе мне дали такую возможность и параллельно занятиями маркетингом с работой в отделе маркетинга заодно решил получить теоретическое образование в области маркетинга вот собственно по вечерам и заочно учился сдавал экзамены получил мбей в принципе моя личная инициатива ну пригодилась вы знаете разные разговора скажу так мбей это как как поход в магазин вот сколько ты унесешь сколько ты возьмешь да столько твоего и будет поэтому для меня например там какие-то вещи связанные с развитием бизнеса маркетингом такие предметы конечно может быть были скучновато да и в общем там наверное даже сам какие-то лекции могут читать теоретически но зато вещь связанная с финансами с организационным развитием то есть то что я в своей вот обычный бизнес жизни не сталкивался конечно не давал колоссальную пользу то есть я вспомнил и бух учет и финансы соответственно для не финансовых менеджеров и все то что в обычной жизни мне не пригождалось и а потом пригодилось когда я уже стал а генеральным директором крупной компании да безусловно все эти знания они всплыли и были мной востребованы вот поэтому я считаю что мбей это не как это не три буквы до которые в дипломе да это те знания которые ты умудрился почерпнуть и потом использовать то есть если ты просто их почерпнул но не использовал это как знаете зубной врач да через десять лет если он не практикует наверное не стоит садиться к нему в кресло ну не только зубной врач ну ну знаете есть там условно говоря там люди которые водят машину да там они пять лет не водят потом могут водить дальше это более простые навыки да то есть все-таки бизнес навыки их необходимо все время тренировать и подтверждать свои компетенции в ксероксе стало тесно в итоге получили другое предложение там нет осознанный совершенно у меня поиск следующего применения занял он у меня практически два года я очень хотел уйти из вообще из айти потому что в тот момент мне казалось что как бы это очень похожая деятельность да там работал в ксерокс пошел хилит пакорот да или там в циск в чем разница да все то же самое вот и в принципе я вел переговоры со страховыми компаниями с телекомами то есть хотел в сторону битуси там как-то двинуться вот и совершенно неожиданно мне поступил звонок из от хэдхантеров до которые предложили значит рассмотреться на должность руководителя российского сапи россии в россии странах снг я сначала как-то так даже опешил потому что я понимал что такое сап прекрасно да то что в ксероксе он отлично внедрен работает это тяжелая большая система и в общем точно не не вязалось никак с моим представлением оби туси вот но потом я немножко побольше подумал по узнавал по компании понял что в общем скорее компания занимается изменением я искал бизнес-процесс вообще таким чейндж менеджментом да то есть не только только не не только в теоретической части консалтингом да но и в практически его реализации потом потому что момент внедрения системы происходит практическое изменение вот и я решил что это общем не совсем айти вот и жизнь показала что это совсем не айти айти там очень немного вот также интересный факт что меня не выбрали генеральным директором во время собеседования вот было два финальных кандидата выбрали влада мартынова который сейчас возглавляет йота девайсис вот а мне предложили при этом другую роль заместителя генерального директора по развитию малого и среднего бизнеса что вообще мне показалось просто мега экстремальным проектом тоже где сапа где малый и средний бизнес вот но посмотрев на бизнес этой компании глобально я понял что из более чем 100 тысяч клиентов 80 процентов у них на самом деле в сегменте smb находится и просто в россии и снг сап немножко по-другому внедрялся продвигался и поэтому я решил что это такой отличный для меня встряска вот какие-то легенды ходят по повышению цифр да мы утроили цифры утроили цифры увеличили клиентскую базу в трое за два года на при этом действительно были отличные результаты понятное дело что мы росли с небольших цифр однако но тех кто более-менее представляет себе что такое сайпи и конечно я думаю что там оценивают эти результаты безусловно потому что это 200 300 новых клиентов ежегодно это 200 300 ну я так по простому сказал частных предпринимателей которые вместо того чтобы купить виллу в монако до внедряли с и пи хотя в общем могли потратить эти но немалые деньги да в общем на что-то другое до или или вложить просто в оборот своей компании о чем это говорит о том что есть ценность у продукта до о том что действительно была создана сильная команда и соответственно поэтому были результаты и поэтому когда соответственно влад решил продолжить работу и пойти в йота вот то в принципе в общем мне предложили возглавить компанию и собственно я сделал то что хотел только через год а теперь все эти продукты будем импортозамещать или как но это прекрасный вопрос знаете да нельзя все импортозаместить потому что во первых вложены компаниями миллионы и миллион десятки миллионов долларов и евро в работающую систему поэтому наверное было бы очень некорректно по отношению к бизнесу да и государству да потому что мы говорим в том числе и о госкомпаниях просто взять и выкинуть эти миллионы списать да и все сделать сделать заново во первых это годы работы да то есть как бы эти системы они там не внедряются за несколько месяцев поэтому конечно я считаю что то чтобы сделано но должно быть использовано и здесь важно скорее нашим крупным и средним компаниям просто договориться с вендорами о каких-то дополнительных гарантиях условно говоря что не отключат поддержку да что будут продолжать развивать системы и давать доступ клиентам вот скорее мне кажется что импортозамещение здесь как бы это хороший лозунг но в принципе мы говорим скорее о том что новые проекты да у них появилась возможность посмотреть в том числе и на российские отечественные компании посмотреть какие они дают возможности и я считаю что с этой точки зрения это конечно очень хороший правильный политический шаг во-первых он дает шанс российским компаниям конкурировать мы же с вами понимаем что нельзя стать чемпионом мира сразу из детского сада да ну в хорошем смысле этого слова то есть компания должны развиваться поэтапно для этого них должен быть шанс поскольку у нас на сегодняшний день более 90 процентов всего айти приобретен из основном из западных стран то конечно есть доля для улучшения есть место для улучшения вот а самое главное что есть компании для того чтобы это делать в частности если там говорить про сколково то из трехсот шестьдесят компаний айти кластер более 60 имеют продажи за пределами нашей родины чем ты говоришь что у него у них востребованные продукты и они часто более востребованы наоборот за пределами россии чем внутри так что нас как со времен социализма повелось да то есть западная значит хорошая не ну вообще задача сколково одна задачка это наша главная задача именно за рубеж да не только в россии я бы сказал что в целом поддержка коммерциализации технологий то есть конечно наша задача и в том чтобы и в россии это продвигалось но нельзя стать конкурентоспособным продуктом на рынке размером в два процента от мирового то есть это как это король песочница давайте чуть более подробно о вашей работе в сколков за что вы отвечаете зона вашей ответственности то есть вы вернулись в айти да раз информационную технологию ну конечно сейчас я не могу сказать что я конечно отвечаю за информационные технологии команда моя я мы все обладаем опытом именно в этой области но в целом это скорее скорее там организационный проект вот наша задача создать условия предпосылки чтобы российские компании создавали и развивали свои новые технологии быстрее эффективнее и комфортнее и соответственно были бы более заметны для рынка как для российского так и для мирового соответственно у нас для этого есть три больших блока чем мы занимаемся первое безусловно это поиск сильных команд и сильных компаний потому что как это ни парадоксально прозвучит но очередь не стоит из сильных да гонцов отправляете что ли в разные края да 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 проводим большое огромное количество агитационных мероприятий как как это массовых да так и индивидуальных это и такие вещи как вот сколку проводят Russian Startup Tour ежегодно мы ездим по городам с такой агит бригады в прошлом году было 27 городов в этом году мы делали 12 но кластеризовали регионы вокруг них ездим в университеты институты академии наук много работаем с фоно оттуда поднимая научные команды активно работаем с средним IT бизнесом да потому что там на работу на огромная экспертиза как раз потребности рынка и тоже в общем создаются сильные команды взаимодействием с нашими крупными интеграторами которые уже тоже там за 15-20 лет работы накопили на самом деле колоссальный опыт с точки зрения того что можно сделать а сейчас мы просто ну как бы даем дополнительные комфортные инструменты как это сделать быстрее вот соответственно ищем развиваем да соответственно здесь наверное с точки зрения развития проектов есть несколько блоков то есть первое безусловно это финансовая поддержка то что мы как бы как это даем от государства да это налоговые льготы помимо традиционного для эти компания льготы по единому социальному налогу это нулевой налог на прибыль от всех тех продуктов которые были созданы в рамках проекта который прошел экспертиза сколково это грантовая поддержка то есть мы за 4 года работы выдали грантов на 3 2 миллиарда рублей это 80 с лишним там и мини гранты и крупные гранты ну мы все это все гранты да в целом 3 2 миллиарда рублей 80 с лишним 85 грантов на сегодняшний день одобрено и выплачено соответственно были крупные гранты в свое время российский квантовый центр получил одобрение на 1,3 миллиарда рублей на эти деньги они создали собственно лабораторию которая сейчас достаточно громко звучит и приятно что сколково и государство к этому имеет отношение 120 действительно научных светил там работает создана уникальная лаборатория если вы там не были я вам рекомендую съездить и посмотреть вот конечно большое количество более скажем так мелких грантов потом 40 50 миллионов рублей было выдано хорошее новое заключается в том что я бы сказал 90 процентов тех грантов которые были выданы они достигли своей цели то есть технологии созданы больше чем у половины она не только создана но и успешно продается хотя в общем откровенно говоря на это и гранта да не инвестиции что предприниматель имеет право на ошибку потому что мы все таки поддержим не стартап мы поддержим создание новых технологий поэтому здесь велика зона научной неопределенности как раз хотел сказать как делитесь другими институтами делим очень просто делим очень просто наша задача поддерживать создание российских технологий мирового уровня соответственно задачи которые мы смотрим первое это должно быть новая технология мы не смотрим в первую очередь на стартап смотрим обязательно но не в первую очередь для начала мы смотрим на инновационность научно-техническую новизну то есть первое есть ли что-то новое создается ли что-то новое дальше конечно мы смотрим на команду на рынок на потенциал на реализуемость вообще этого проекта с научной точки зрения да там если мы там просто раз уж я заговорил про квантовый центр ну например можно ли передавать информацию с помощью квантов да это большой вопрос но между тем в тот момент когда выдавали грант это был огромный вопрос ну слава богу коллеги значит добиваются результатов вот недавно там Газпромбанк еще в них инвестировал вот то есть конечно это научно-техническая новизна если же сравнивать например нас например и фонд развития интернет инициатив то опять же мы государственное агентство которое выдает в первую очередь гранты мы не претендуем на IP на долю на управление да фонд развития интернет инициатив это фонд венчурный да то есть они инвестируют в компании получают в обмен на долю в акционерном капитале соответственно участвуют в управлении компании в этом вот наша разница с фондом развития интернет инициатив вот например да с точки зрения именно IT да сегмента из свежего что появилось из проектов у вас чем можно будет гордиться лет через несколько ну вы знаете мне нравится мне нравится все проекты потому что здесь конечно не сложно выбирать очень сложно потому что каждый по-своему уникален вот и квантовый центр уникален и аби в свое время получил грант сколкова на создание технологии компрена которая в общем я думаю в ближайшие пять лет даст свои результаты которых мы даже пока не осознаем мы в первую очередь эти результаты будут в B2B сегменте да потому что там растет объем информации они действительно создали продукт который позволяет как это сказать ошлетний кооперативный поиск в не структурированной информации да это это важно в современном бизнесе это не просто машинный перевод это вообще не машинный перевод это семантический анализ текста анализ запроса и поиск информации с учетом смысла запроса то есть мы с вами когда для перевода тоже пригодится для перевода тоже пригодится безусловно но это не главное на мой взгляд не главное применение вам конечно стоит с коллегами из аби поговорить они про это очень интересно рассказывают но я просто понимаю что если вы возьмете не знаю там среднюю розничную сеть и например просто ну давайте с вами представим сколько там всяких инвойсов накладных да и все это ну лежит в каких-то базах данных вам надо достаточно быстро найти нужные документы и соответственно их можно найти только используя подобные решения никак иначе потому что в противном случае вы структурируете информацию если вы ее складываете в обычном архиве вы ее структурируете в виде как это библиотечной карточки да соответственно оператор туда внес какие-то атрибуты а если не внес не найдете вот соответственно технологии компании позволяют найти то что оператор не внес например да вот мне очень нравится проект компания Radix из Санкт-Петербурга коллеги делают проект в области ну я бы так сказал это первые шаги в области software defined storage все слышали про software defined networks и у нас есть отличный участник центра прикладных исследований компьютерных сетей которые уже себя проявляют и с Ростелекомом и с Бритиштелекомом могу подробнее рассказать потом об этом вот а Radix делает то же самое в области software defined storage в чем базовая проблема проблема в том что объем информации растет и нужно учиться программным образом ее сжимать да то есть увеличивать компрессию с тем чтобы данные чтобы ваши физические емкости дисковые да могли вмещать больше информации вот собственно они решают эту задачу и решили ее успешно ну надо решать если столько дата центров сразу спрошу а какая разница сколько дата центров объем информации растет удваивается ежегодно а с учетом давления со стороны интернет вещей он будет расти в 10 раз ежегодно я помню когда-то сжимали диски там на рабочих компьютерах потом плюнули на это дело потому что сервер новый покупаешь ну сервер новый покупаешь это вопрос энергетики да в стране в том числе да то есть вообще-то говоря электричества не хватает на дачных участках у некоторых да дачники обижаются а айтишники данные складывают нет конечно задачи есть и вторая еще более интересная часть они сделали продукт который позволяет заказчику использовать любые дисковые массивы для хранения своих данных китайских производителей европейских производителей потому что традиционный бизнес больших вендоров они делают вам решение под ключ это и storage и софт которым управляет соответственно чем круче бренд тем дороже стоит да соответственно вот коллеги развязали этот гордиффузел и сегодня вы можете использовать дисковые стойки любого производителя китайского любого да соответственно и soft radix и это существенное удешевление стоимости хранения данных с учетом того как быстро они растут это гениальный проект я считаю у них кстати очень здорово идет бизнес в сорока странах мира насколько я знаю тоже на сколковский гран еще из другой области может быть немножко из области нефтегаза да то есть наше все абсолютно вот мне очень импонирует я люблю рассказывать про проект который имеет название rock flow dynamics это значит группа эти специалистов которые давно работали в отделе асу в юкосе потом они работали в тнк бп еще тот момент когда тнк бп был куплен роснефтью коллеги решили что они хотят заняться собственным бизнесом исходя из тех наработок которые они за это время получили в нефтяных компаниях и они пришли в сколково зарегистрировали компанию сделали продукт который позволяет моделировать нефтяное месторождение до начала его тестов с какой точностью с точностью такой что сегодня среди их клиентов ведущие мировые нефтяные компании British Gas Occidental Petroleum японские нефтяные компании то есть точность такова что в принципе покупают все потому что пробная стоимость любого пробного бурения не менее 5 миллионов долларов а стоимость программного пакета ну там сотни тысяч например то есть в принципе он окупается колоссально быстро а точность достигается за счет современных технологий айти как раз да за счет параллельных вычислений они умеют разрезать массив вычислять на разных кластеров складывать обратно то есть внутри много айтишной математики как раз того ноу-хау которым Россия сильна вот то есть в принципе все проекты про которые рассказывали они лежат в области технологий в первую очередь да или даже тоже очень интересное начинание есть собственно известная компания базилевс которая снимает фильмы вот но у них есть компания которая называется базилевс инновейшнс которая занимается инновациями в области кино и в частности коллеги на в том числе на грант сколково почему я говорю в том числе потому что мы никогда не выдаем гранты без частного софинансирования как правило это 50 на 50 тем самым мы митигируем риски государства ну и нас с вами как налогоплательщиков да там от захода в неуспешные проекты то есть бизнес должен рисковать своими деньгами вместе с государством вот они сделали продукт который называется киноязык по большому счету сценарист пишет сценарий а потом этот сценарий мультиплицируется рисуется и получается мультфильм то есть вы описываете героя вы описываете что он делает и вообще это мне кажется будущее компьютерной графики очень интересный проект они уже сейчас работают с Paramount с Warner Brothers проект оказался очень успешным давайте к организации немножко вернемся из последнего пресс-релиза два ваших партнера насколько я понимаю Hacks Asia и Ideal Machine да о них скажите два слова и с кем вы еще работаете как привлекаете партнеров из разных стран на разной рынке да вот партнеры которых вы привели в пример один из них Ideal Machine это компания акселератор из Санкт-Петербурга а Hacks Asia это акселератор из Сингапура вот собственно в чем роль бизнес акселератора сколковая площадка в первую очередь мы создаем экосистему из разных элементов это акселератор это стартап это корпорации это венчурные фонды то есть все к нам и за счет вот это вот как это за счет этой каши да за счет этого ухи и должны рождаться инновации вот в этой комфортной среде вот наша роль создавать эту среду поэтому мы привлекаем не только фонды и корпорации соответственно и стартапы но и акселераторы вот Ideal Machine нам помогает сейчас в создании акселератора по мобильным технологиям соответственно вот у нас как раз была первая экспертная сессия 10 июля первые проекты зашли соответственно на программу акселерации а Hacks Asia это акселератор партнерский в Азии задачи которых с одной стороны у них есть свой венчурный фонд то есть они будут инвестировать в наших участников которые заинтересованы в выходе на рынок Юго-Восточной Азии и Hacks Asia будет помогать им связями, деньгами в том числе налаживанию производства в Азии соответственно что иногда более эффективно мы знаем что все крупные IT игроки так или иначе производятся на Foxconn в Китае, в Малайзии соответственно это достаточно понятный путь для хардверных проектов которые делают какие-то железки или там соответственно устройства с точки зрения развития технологии Азия это наше будущее уже этот поворот начинает осуществляться ну вы знаете мы всегда смотрели на Азию очень позитивно потому что Азия с одной стороны очень сильна с точки зрения производства оборудования так сказал и микроэлектроники но с точки зрения программного обеспечения в общем Россия конечно со своим потенциалом математиков и программистов как раз является хорошим дополнением потому что вот пример Redix который я привел то есть много очень производителей в Азии например там там массивов дисковых но при этом у них нет управляющего софта и поэтому здесь есть синергия между российскими компаниями которые производят софт и азиатскими компаниями которые производят железо поэтому потенциал мы видим в этой области в первую очередь для того чтобы создавать продукты мирового уровня во вторую очередь конечно это крупный рынок сам по себе со своей спецификой безусловно и здесь почему мы активно занимаемся этими рот-шоу в Азии в прошлом году мы делали в Гонконг и Китае в этом году Сингапур и Юго-Восточная Азия с одной стороны у компании у наших стартапов есть потребность и желание выходить на этот рынок с другой стороны ну как это плыть в одиночку это сложно да это дорого в отсутствие связи каких-то партнеров соответственно вот этот первый шаг так же как в случае инвестиций то есть грант мы даем чтобы сделать первый шаг соответственно здесь мы помогаем сделать первый шаг в новый регион поскольку у нас наработанные связи с местными партнерами агентствами технопарками аналогичными с Колково корпорациями венчурными фондами или акселераторами мы помогаем тем компаниям которые готовы и хотят выходить на этот рынок но при этом мы также активно работаем не только в Азии но и в Европе и в Америке мы наверное три руд-шоу делали в Силиконовой долине вот за последние три года то есть мало что изменилось за последние несколько лет откровенно говоря я бы не сказал что что-то изменилось то есть мы по-прежнему двигаемся на большие рынки помогаем нашим компаниям туда выходить там-то принимают да принимают конечно принимают потому что инновация это в общем такая зона как бы которая интересна всем она немножко в стороне от политики стоит потому что все хотят развивать новые технологии всем интересно это в общем как это позитивное комьюнити вот не могу как это было бы наверное неправильно сказать что вообще ну как бы этой темы нету да там темы санкций нету темы отношений нет конечно есть да да и в разговорах она все время происходит вот у меня недавно был там на прошлой неделе конфкол с американским тоже крупным акселератором конечно они тоже соглашаются что есть как бы то есть они тоже понимают что есть какая-то значит политическая ситуация но при этом готовые хотят работать то есть бизнес он никуда не девается честно говоря давайте об интересном уплотнение дисков там виртуальное управление дисковым пространством что-нибудь там носимые гаджеты какой-нибудь интернет вещей вообще как одна из икон современных это просто икона либо это реальная технология уже под нее ну вы знаете это как все время была такая тема тоже очень она сейчас очень популярна это бигдейта да вот все таки бигдейта бигдейта и облачные технологии еще облачные технологии уже слава богу как бы разобрались ну не забыли разобрались да с облачными технологиями то есть мы вплоть до того что там у нас был форсайт по облачным технологиям мы сейчас его расформировали потому что мы меняем технологические направления потому что если становится комодить этим занимаются все ну да не нужно тратить силы государственного агентства на развитие того что уже все и так делают вот бигдейта соответственно это вот следующий шаг который мы сделали она для нас распалась на несколько направлений это с одной стороны это вот все цифровое моделирование да нефтяные месторождения устройства и детали да то есть это есть это и есть бигдейта второе это любые системы предсказательной аналитики соответственно и поиска там дэйта майнинг да соответственно это тоже блок бигдейта да ну вот и соответственно третье технологии медицинского там скажем обслуживания биоинформатика я бы сказал да вот биоинформатика это тоже часть ну это часть дата майнинга и тоже аналитики вот и третье это хай-перформанс компьютинг то есть все то высокопроизводительное вычисление да это вот с бигдейта теперь значит интернет вещей новая икона да вот но по большому счету конечно мы в общем уже там два года эту тему там активно развиваем россии проводили кучу конкурсов выявили сильные команды для нас интернет вещей это несколько больших блоков да то есть первый блок это блок я бы так сказал сенсоры датчики какие-то вещи да то есть все то что будет подключено к интернету а это конечно ну телефоны это все важно и планшеты да но на самом деле нас интересует другое это датчики на коже человека да это биометрические датчики это датчики на вот я люблю эту аналогию да на ошейнике вашей собаки да датчики не знаю там пожарной сигнализации то есть все все это должно со временем подключиться к интернету да датчики на производстве кстати говоря датчики в автомобиле в общественном транспорте камеры соответственно первая задача это все эти данные нужно как-то собрать да для этого соответственно возникает следующая большая неопределенность это канала связи да и скорость передачи данных потому что если сейчас к интернету подключено 6 миллиардов устройств то к двадцатому году прогнозы там аналитиков от 50 до 100 миллиардов устройств соответственно объем данных передаваемых да вырастет ну в десять раз может быть в сто раз мы даже пока не знаем во сколько раз он вырос соответственно каналы связи физически они останутся неизменными сразу короткий саммаре чтобы было понятно датчиками самим самими датчиками вы занимаетесь то есть железо делаете мы сами ничего не делаем опять же технологии изготовления мы поддерживаем компании которые занимаются разработкой новых видов датчиков потому что там есть задачи например связанные с энергоэффективностью этих сенсоров внутри каждого сенсора есть своя маленькая операционная система соответственно у вас фабрики нет но есть ателье где можно изготовить есть разработка есть компании которые занимаются разработками этих сенсоров дальше переход передача данных 4G 5G тоже есть разработки с этим конечно есть разработки связанные с этим и здесь даже там дело не в стандартах а в скорости компрессии данных и скорости передачи соответственно вот у нас например есть компания наш участник Т8 российский производитель телекоммуникационных систем конкуренция Huawei была у вас с ними беседа знаете вы коллеги как раз только что закончили проект на Гранд Сколково сделали систему со скоростью передачи данных в 27 терабит в секунду так что было понятно это примерно в 4 раза быстрее чем есть сегодня в промышленных системах соответственно вот мы поддержим технологии вот в этой области опять же передача данных также сопровождается безопасностью есть порядка 40 компаний которые занимаются информационной безопасностью дальше эти данные все приехали их нужно где-то хранить здесь появляется Redix и прочее и всякие разные компании которые занимаются решениями для центров обработки данных дальше эти данные нужно в этом объеме не структурированной информации нужно найти то что вам нужно для этого есть система дейта майнинга начинают компрены и так далее дальше данные нужно проанализировать для этого есть система предсказательной аналитики которые на базе того что вы нашли делают предположения дальше вы должны проанализировать дать назад указания тем самым датчикам и сенсорам что делать то есть для нас интернет вещей это такой понятный замкнутый технологический цикл и у вас есть полный цикл и у нас есть полный цикл команд которые занимаются развитием вот этих технологий в итоге ну как бы сколковский проект полного цикла может из этого получиться либо все равно так по отдельным как бы кластером работают команды то есть если объединить все усилия ну конечно если объединить все усилия но на самом деле просто стартап комьюнити так не работает то есть каждый фокусируется на какой-то своей теме после чего соответственно там задача продать эту технологию более крупному игроку если вы посмотрите на любую крупную компанию все растут собственно методом M&A на самом деле мало кто что-то там разрабатывает прям сам то есть как правило у всех есть инновационная стратегия которая связана не только с R&D но и с M&A да соответственно с влиянием поглощения поэтому все наши партнеры крупные корпорации за этим собственно говоря мы с ними партнерством они все время смотрят наши стартапы соответственно предмет потенциальной покупки технологий и в этом и есть бизнес технологического предпринимателя он придумывает идею создает технологию и после этого продает ее крупному игроку зарабатывает деньги если делать следующий стартап так это работает в Израиле так это работает в силиконовой долине так это должно работать и в России то есть стартап это не бизнес на века который детям оставят технологический стартап а мы занимаемся технологическими стартапами это забег на там короткую среднюю дистанцию с понятным результатом понятным кстати для венчурного инвестора потому что я думаю что вот у вас Александр Галицкий был наверное я думаю вы на эту тему и говорили понятно как проинвестировать но когда инвестируешь хорошо бы понимать как ты заберешь с прибыли свою инвестицию и поэтому здесь собственно роль вот этого технологического предпринимательства и Сколкова как раз в том чтобы помочь ускорить вот все эти циклы и процессы чтобы это заработало а Сколков в целом два слова вопрос который не вам первому сдаю как примерно оцениваете готовность центра потому что если посмотреть на строительную площадку кто работает где-то где-то на нулевом уровне где-то что-то возводится а так как когда город будет и когда саду цвесть там на самом этом месте в Сколково по вашим ощущениям ну вы знаете я вот два с половиной года в проекте то есть я как раз мне повезло я застал прогресс последние полтора года прогресс очень быстро то есть здания вышли из земли первые четыре корпуса созданы собственно мы физически уже год находимся на территории инновационного центра и сто первых стартапов находятся с нами большой объем сдачи будет в конце этого года это будет и большой технопарк и жилые первые кварталы вот то есть моя оценка что сейчас территория начала приобретать форму города хотя конечно это было непросто особенно на первом этапе здесь конечно вам стоит поговорить с коллегами строительного блока нашего но насколько я знаю основные сложности связаны с тем что поскольку строительство идет на государственные деньги все должно происходить с четкими совершенно нормами и требованиями было много проблем связанных с поставщиками с теми кто строил с подрядчиками вот но сейчас все проблемы решены у нас очень сильная команда в строительном блоке и результаты видны каждый день с привлечением крупных западных игроков которые предположительно свои представительства должны были там ну вот как раз собственно на на прошлой неделе было подписано крупнейшее соглашение между БИН-группой который является одним из застройщиков потому что вы знаете наверное что у нас основные застройщики территории это коммерческие компании это на государственные деньги строятся и вот собственно группа БИН строит большой такой хаб торгово-развлекательный с одной стороны для жителей города а с другой стороны здание так называемого айти кластера вот где собственно будут размещаться крупнейшие международные корпорации вот было подписано как раз соглашение предварительная аренда договор аренды с ЦИСКО на прошлой неделе то есть ЦИСКО будет переезжать целиком на территорию Сколково и другие компании будут постепенно следовать их примеру Ваш прогноз на вторую половину этого года и вообще что будет в этой области активность повышаться будет понижаться что чувствуете В области инновации или в области айти В области айти ищущих инноваций я думаю что это отдельный разговор Ну вы знаете в области айти на мой взгляд то что заявляют крупные компании айти бюджеты они в общем не сильно сокращают другой вопрос что они рублевые но для российских айти компаний в этом нет проблемы для тех которые создают свои продукты продают хорошая новость заключается в том что идет диалог про импортозамещение значит доля российского будет расти значит российским компаниям которые создают свои продукты у них появляется потенциал вырасти может быть раза в два это круто вот поэтому наверное для западных поставщиков все сложнее конечно курсовая разница давит вопрос импортозамещения все равно в умах заказчиков постоянно я думаю что всплывает вот заказчикам сложно потому что то с чего мы начали внедрены большие системы в общем их надо поддерживать они работают и откровенно говоря я как простой гражданин наверное не уверен что я бы хотел что сейчас все поголовно все бы замещать начали да потому что ну может наступить коллапс ну да мы уже поговорили об этом немного да не хотелось бы вот поэтому я считаю что для российских компаний позитивный прогноз для компаний у которых есть продажи за пределами нашей Родины на мировом рынке супер позитивный прогноз валютная выручка в принципе там ну не удваивает процент на 60 увеличивает рублевую вот а себе стоимость все-таки в рублях поэтому для этих компаний все прекрасно вот я считаю что хорошее время для развития российской айти отрасли вовремя сколково вовремя там одно к другому складывается мне кажется что российские бизнесмены должны быть довольны вопрос по вашему азиатскому вояжу сингапур гонконг отстаем догоняем что можно у них перенять и что их как бы определяет специфику ну наверное про сингапур стоит поговорить в гонконге я был год назад уже так это свяжено не очень вот похожая модель то есть сингапур небольшое государство которое соответственно там есть определенная специфика во первых специфика заключается в том что население очень образованное его мало и оно образованное поэтому исходя из этого у них очень низкий уровень безработицы люди работают в основном в корпорациях на высокооплачиваемых работах соответственно есть проблемы с рождаемостью связанные с этим государство активно привлекает новые кадры в области инновации для ориентира из пяти с половиной миллионов жителей Сингапура только 3,6 коренные жители остальные это люди как это привлеченные приглашенные заманенные да то есть мы находимся здесь в конкуренте как страна мы находимся в конкурентной зоне да мы конкурируем за лучшие умы не только русские да но и других стран соответственно поэтому в Сингапуре созданы достаточно серьезные такие предпочтения для инновационного бизнеса если вы создаете там компанию компанию полного цикла здесь важно вот это да то есть они не поддерживают представительство ну так же как и мы не поддерживаем представительство создаете компанию полного цикла вокруг вас есть целый спектр агентств типа сколково которые вам помогают которые вам дают гранты которые вам дают государственные инвестиции которые помогают вам создать совместно с научно-исследовательскими институтами совместные исследования и которые помогают вам заниматься международной коммерциализации на рынке Юго-Восточной Азии то есть в принципе такая достаточно понятная модель то есть с низкими налогами понятно что Сингапур сам по себе ну вообще не рынок да то есть это маленькая территория но это хороший плацдарм для выхода на более крупные рынки Малайзии Индонезии Вьетнама вот с этой точки зрения Гонконг делает примерно то же самое для них основной рынок это континентальный Китай соответственно если вы хотите идти в Китай но боитесь по причине того что например Гонконг по-прежнему живет в англосаксонском праве поэтому например защищает интеллектуальную собственность очень хорошо при этом можете нанять местных людей которые говорят по-китайски по крайней мере по-кантонски вот соответственно работать с частью Китая то есть такой понятный очевидный путь выхода в Китай если у вас нет в Китае там партнеров да вот в принципе вот разница между Сингапуром и Гонконгом скорее географическая и может быть Сингапур более комфортный с точки зрения проживания все говорят по-английски все-таки там более вот но в целом стратегии везде одинаковы каждая страна сейчас борется за инноваторов и понятно что инноваторов в каждой стране не хватает поэтому они активно и мы тоже активно выходим на мировой рынок это конкурентная в общем зона такая отдельная последний вопрос традиционные ваши гаджеты покажете или расскажете Эпломант либо приверженец андроида какие личные пристрастия ну мои знаете я в этом случае очень ленивый пользователь который плывет по течению я когда-то перешел на Эпл и теперь значит вынужденно меняю модели вот честно говоря я не могу сказать что я активный пользователь да то есть в принципе я бы так сказал мне все равно то есть не обвешено там датчиками не обвешено датчиками да живу жизнь обычного человека вот активно пользуюсь мобильным офисом естественно да с точки зрения работы вот это действительно важно вот с точки зрения обычной жизни стараюсь в общем минимизировать IT в моей личной в моем личном пространстве я бы так сказал социальные сети вам в помощь по работе и по жизни либо да я в общем не я я использую социальные сети скорее по работе вот в своей личной жизни я практических не использую вот по работе скорее я все-таки использую линкдин гораздо больше особенно для связи с корпоративным миром с международным вот фейсбук скорее то что я вижу это такое вот стартаперское венчурное комьюнити поэтому там я тоже бываю соответственно интересно и почитать что люди вообще думают и о Сколково в том числе вот много пишут о Сколково приятно иногда иногда не очень но между тем я считаю что это хорошо знаете я считаю что признание Сколково наступило в этом году когда значит Иван Ургант и Павел Воль отметили нас в своих выступлениях я считаю что это определенного рода результат нас заметили спасибо вам огромное за этот разговор Игорь Богачев вице-президент фонда Сколково исполнительный директор айти кластера был нашим гостем спасибо еще раз за беседу всем счастливо